Всем привет! Говорят, знаменитостям обиднее всего, когда их перестают узнавать. Была слава и нету. Но в последнее время, глядя даже на популярные лица, невольно хочется спросить, а кто это? Предлагаем посмотреть на метаморфозы некоторых звезд. В конце сентября поп-королева 90-х Татьяна Овсиенко с большим успехом выступила в питерском клубе. Но когда концертные фото появились в сети, часть зрителей решили, что это не наша Таня, а заграничная Мадонна. Подписчики Овсиенко поспешили осудить ее за обколотое и перетянутое лицо и скорбно заявили, что от прежней Татьяны не осталось и следа. Певица с юности славилась красотой, но на этот раз она была больше похожа на себя на афише, чем в жизни. Для публики, живущей в стиле и ритме «Дом-2», Бузова – идол и законодательница мод. Но в октябре даже самые преданные фанаты испугались ее нового лица, увидев в Инстаграме это фото. Пока комментаторы спорили, что обезобразило Ольгу – пластика или неудачный макияж, она поделилась новыми снимками из ресторана и большинство склонились к первому варианту. Некоторые заметили, что из-за увлечения уколами красоты она как будто сменила национальность. Вот уж кто предельно честен со своими поклонниками, так это Лолита Милявская. Она не боится выкладывать в Инстаграм свои антигламурные фото без грима и ретуши. Наверное, поэтому ее с трудом узнали на сильно отредактированном снимке, который певица опубликовала в конце сентября. Большинство подписчиков рассыпались в комплиментах, но нашлись и те, кому не понравилось, что певица получилась неживой. В сентябре известная провокаторша соцсетей Анастасия Волочкова подкинула публике горячую тему для обсуждений. Но на сей раз это были не растяжки или наряды самой балерины, а вид постаревшей Наташи Королевой. Комментаторы всласть поиздевались над певицей, обозвав колхозницей и написав, что с возрастом она становится копией своего бывшего Игоря Николаева. Осталось только усы приделать. Вскоре Волочкова снимок удалила, а поклонники Королевой погрузились в ее собственный инстаграм. Там Наташа выглядит несравнимо лучше, что с редущей, что без нее. Звезду комедивумен Екатерину Варнаву в последнее время тоже не узнать, но на этот раз перемены вызвали сплошной восторг в комментариях. Многие, правда, решили, что это результат правильной пластики, хотя сама артистка отрицает, что прибегла к услугам хирургов. По ее словам, она просто тщательно за собой ухаживает и регулярно посещает косметолога. Однако на взгляд поклонников это не объясняет, почему у нее так заметно уменьшились губы, изменились контуры лица и форма носа. Кстати, мало кто помнит, что еще до того, как стать секс-символом комедивумен, Екатерина времен КВН была совершенно другой. И это ее природная внешность. Голосуй в нашей группе ВКонтакте, кто из этих знаменитых женщин больше всех изменился до неузнаваемости. Кстати, в прошлом опросе о самых привлекательных женщинах за 60 лидирует Ирина Аллегрова. Спасибо ее фанатам. Ну и что же тут криминального? На сегодня все. Ставь лайк, жми на колокольчик, подписывайся на канал. Впереди много интересного. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok